Духовный рост И чтобы возрастать Духи Господь дал нам целое Слово Для того, чтобы мы менялись Трансформировались В Его образ И вот для того, чтобы в Его образ Постепенно приходить Мы должны двигаться Как я вам уже и говорила И вот Павел 1 Коринфян 13, 11 Говорит так Когда я был младенцем То по-младенчески говорил По-младенчески мыслил По-младенчески рассуждал А как стал мужем То оставил младенческое Вот интересное он сказал, да, слово Вы замечали, что когда мы читаем Писание Мы читаем его годами Одно и то же Писание Но не знаю, как вы Но я замечаюсь за собой И думаю за многими Что когда мы его читаем Проходит какое-то время Мы его читаем по-другому Оно нам открывается по-другому Та же самая истина Все-таки это происходит Потому что у нас, у людей Существует такое Как бы определение Объем памяти сердца Который с годами увеличивается Я не говорю Объем памяти нашего разума Но я говорю о сердце Он не то, что вот Сразу большой И можно туда вложить Много информации Много мы не можем Воспринять сразу У него есть Как бы возраст Рост Существует такое понимание Как духовный рост Точно так же Как и любому рожденному дитю Он развивается И физически развивается Эмоционально развивается Интеллектуально развивается Так же и наш дух Когда мы рождаемся От Духа Божьего Он тоже развиваться должен Он тоже должен расти Нельзя всегда быть младенцами Слава Богу Родились от Духа Божьего Да Слава Богу Но надо расти Поэтому Павел и говорит Когда я был младенцем То по-младенчески говорил По-младенчески даже мыслил И рассуждал по-младенчески Но когда стал мужем Оставил все младенческое Вы думаете, он имел в виду Какой рост? По плоти? Нет, он имел в виду Духовный рост Он говорил о том Что он развивался в Духе Когда-то он родился Духа Божьего Он развивался И когда-то он видит Теперь оглядывает Что он рассуждал По-младенчески Многие вещи Духовные Он смотрел Как младенец Поэтому вот так отличается Познание одной и той же истины У младенцев И у зрелых В зависимости от духовного роста И другое понимание Этой же самой истины Очень жаль Когда из-за этого Происходят споры Между братьями и сестрами На религиозной основе Споров не должно быть Это уже не духовное отношение Это уже понятно Что человек остался На младенческом уровне Раз он спорит Когда говорим Зрелый человек Это значит Возросший дух Те, кто возросли Духом Они не будут Никогда спорить Они не будут Участвовать В этих Младенческих спорах Как детишки Смотришь Спорят Иногда Спорят Но взрослый Смотрит Что он вступает В этот спор Павел говорит Титу 3.9.10 Глупы же Состязания И родословия И споров И распри О законе Удаляйся Ибо они Бесполезны И суетны Даже еретика После первого И второго Вразумления Отвращайся Не доказывай Если где-то Видим мы Что присутствуют Споры Доказывают Истину Понимание Писания Вот так надо Понимать Вот так написано Собрались Младенцы Сразу Должны Знать Собрались Младенцы А там Где Собираются Зрелые Люди Зрелые Христиане Там Дух Божий Знаете Что там Происходит Одно Понимание Человек Делится Одним Пониманием Другой Делится Другим Пониманием И они Дополняют Друг Друга И происходит Что Назидание И обогащение Знанием Там Не будет Споров Потому что Каждый Слышит Другого Каждый Слышит Духа Божьего Как Говорил Павел Очень Мудро 1 Коринфянам 1 16 А Если Бы Кто Захотел Спорить То Мы Не Имеем Такого Обычая Ни Церкви Божьем Он Говорит Не только От Своего Лица Он Говорит От Лица Всех Зрелых И Даже О Зрелой Церкви Он Говорит И Не Церкви Божьей Зрелая Церковь Не Будет Этим Заниматься К сожалению Есть Такое Разделение Зрелой Церкви Церкви И Те Церкви Которые Строятся На Религиозной Основе А Зрелые Церкви Они Строятся На Откровении Духа Божьего На На этом же самом Писании На Этой Самой Истине Но Когда Дух Божий Говорит И Открывает Истину Как Оно Есть Эти Церкви Не И Такого Обычая Спорить Доказывать Истину Вы Знаете Что Истину Доказывать Не Надо Я Прямо Скажу Истина В Этом Не Нуждается Потому Что Она Истина Вы Когда Ни Видели Чтобы Иисус Христос Доказывал С Пеной Урта Он Сказал И Говорит Имеющие Уши Дослышит Потому Что Это Истина Она Не Оспорима Но Младенцы Я вам Скажу Тоже Знают Истину На Своем Уровне Они Тоже Знают Истину И Настолько Они Утверждены Утверждены В ней Что Они Готовы За Него Страдать Стоит Ли Их Обижать Стоит Ли С ними Спорить Унижать Их Я Не Думаю Что Это Делает Любовь Правда Я Думаю Что Взрослый Духовно Человек Духовная Личность Будет Снисходительно Относиться К ним Понимая Даже Хотя Быть Что Сегодня Они Так Увидели Эту Истину Мне Может быть Открыто Больше Но Ведь Есть Кто-то Кто Знает Больше Чем Я И Кто-то На Меня Смотрит Снисходительно Я Тоже Не Могу Сказать Что Знаю Все Значит Будет И Снисходительность К тем Кто Сегодня Вот Так Понимает Ее Как И Павел Говорил Но Кто Из Вас Хочет Быть Совершенным Он Говорит И Это Вам Откроет Бог Он Не Стал Спорить Он Говорит И Это Вам Откроет Бог Вы Знаете Что Можно Знать Слово Божье Поверхностно А Можно Как Слой За Слоем Познавая Углубляться Увеличивая Память Своего Сердца Получать Большую Способность Объем Памяти Должен У нас Большой Это Духовный Рост Истина Божья Она Не В Плоскости Она Объемна Плоскость Это Когда Одна Буква Когда Знают По Букве А Углубление Это Когда Знаешь В Духе Божьем А Как Любое Слово Бога Име Широту Высоту Глубину И Долготу Вы Знаете Что Если Человек Зашел По щиколотку В Океан Может ли Он Сказать Я Познал Глубины Океана Я Познал Океан Там Тоже Есть Водоросли Когда Он Зашел По щиколотку Есть Водоросли Есть Какая Живность Ну Вы Знаете Что Те Которые Живут В Глубине К Берегу Не Подплывают И Те Которые Хотят Изучить Океан Должны Внырнуть Туда В Глубины Войти В Глубины Там Обитают Те Которые Не Подплывают Берегу Точно Так Тоже И В Духе Божьем Если Не Углубляться Океан Мудрости Божьей Не Познаем Будем Только Ноги Мочить В Истине Ноги Мочить И Что Конечно Видеть Но Оставаться Младенцами А ведь Можно Познать Со всеми Святыми Что Есть И Глубина И Широта И Высота И Долгота Это Все В Слове Божьем Поэтому Говорится Что Есть Познание Святых И Оно Отличается От Других Познаний Вот Посмотрите Эфесянам 3 18 19 Говорится Чтобы Вы Укорененные И Утвержденные В любви Могли Постичь Со всеми Святыми Что Широта И Долгота И Глубина И Высота И Уразуметь Превосходящую Разумение Любовь Христову Дабы Вам Исполнится Всей Полнотой Божьей Кто Не Хочет Исполнится Всей Полнотой Божьей Океаном Божьим Океаном Его Любви Океаном Его Премудрости Оказывается Для этого Надо Укорениться В любви Утвердиться В любви Божьей Чтобы Постичь Объем Его Истины Не поверхность А объем И Это возможно Только через Любовь Вы Знаете Как определяется Зрелость Некоторые Думают Что Цитатами Нет Зрелость Определяется Любовью Насколько Человек Исполнен Божьей Любовью Недушевной Божьей Любовью Настолько Он и Зрелый Христианин Поэтому Павел И говорит Что Надо Укорениться И утвердиться На его Любви На Божьей Любви А знаете Почему А потому Что Вне Божьей Любви Истины Нет Потому Что Бог Есть Истина И Бог Есть Любовь Как Можно Познать Без Любви Истину Никак Вот Почему Методом Крестовых Походов Нести Истину Невозможно Там Ее Уже Нет Путем Религиозных Споров Истину Не 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 Док Не Док Что Это Уже Не Истина Истина Проповедуется Только Любовью Только Через Любовь И Только Любви Так же Как И Открывается Она Только Любящим Бог Открывает Свою Глубину Свою Глубину Сердца Только Для Любящих Поверность Для Всех А Извините Глубины Для Любящих Вот Первая Коринфляна 8 1 3 Говорится Мы Все имеем Знание Но Знание Надмевает А Любовь Назидает Кто Думает Что Он Знает Что Нибудь Тот Ничего Еще Не Знает Так Как Долж Знать Но Кто Любит Бога Тому Дано Знание От Него Кто Любит Бога Тому Дано Знание От Него Тут Павел Как бы Показывает Два Вида Знания Знания Через Религиозное Изучение Писания И Знание Через Откровение В Любви Первое Знание Что Человек Удаёт Самомнение Я Все Знаю Я Знаю Лучше Него Лучше Нее Гордость Надмение Надмение Это значит Высокомерие Человек Начинает Высоко Думать О себе А Когда Через Любовь Человек Получает Знания Что С Человек Происходит Он Становится Круткий Смирённый Снисходительный И Уважительный Там Где Нет Уважения Там Нет Любви Там Не Знают Истины Потому Что Любовь Она Уважительна И Истина Делает Тебя Таковым И Так Младенчество Всегда Самоуверенно И Думает Что Знает Все Поэтому Спорит И Доказывает А Духовно Зрелый Христианин Удерживает Себя От Споров Потому Что И себя Признает Еще Не Все Познавшим Наш Дух Должен Постоянно Возраст Постоянно Надо Расти В Духе Постоянно Нельзя Останавливаться Постоянно Совершенствоваться В Любви Это Движение В Любви Мои Дорогие Тогда Каждый Раз При чтении Писания Вас Будет Удивлять Вы Будете Читать И Поражаться Премудростью Божьей Не Скажите Ой Это Я Уже Читал Вчера Опять Надо Сегодня То же Самое Место Читать Как Скучно Как Надоело Одно И то же Одно И то же Все Гадаем И Одно И то же Все Знаю наизусть Писание Каждый День Новое Сколько Бо Я Не Читала Его Оно Каждый День Новое Для Меня Каждый Раз Восторгаюсь Я Говорю Господи У меня Такое Вещание Что Я Никогда Не Читала Это Разве Было Когда Здесь Написано Но Если Такого Не Происходит И Человек Читает Годами Писание И все Тоже Так же Воспринимает И так же Понимает Он не растет Его Восприятие Остается Детским Младенческим Он По-прежнему Помладенчески Мыслит Помладенчески Рассуждает Естественно Что Духовное Рассуждение Для Него Темный Лес Даже Может Ересью Назвать И Будет Сражаться С Этим Как Фанатик Вот Как Говорит Павел Первое Конюхли 3 1 2 Я Не Мог Говорить С Вами Братья Как С Духовными Когда-то Эту Церковь Он Образовал Ушел Приходит И То же Самое Вот Сюрприз Он Надеялся Уже Расскажет Что-то Новое Потому Что Узнал Больше Откровений Пришел И Все А тут Опять Младенцы Он Говорит Я Не Мог Говорит С Вами Братья Как С Духовными Ну Как С Плотскими Как С Младенцами Во Христе А Что Это Такое Ну Хватит Грешить Ну Перестаньте Обижаться Друг На Друг Не Обижайте Опять Как С Плотскими Как С Младенцами Во Христе Я Я Питал Вас Молоком А Не Твердой Пищей Ибо Вы Были Еще Не В Силах Да И Теперь Не В Силах Младенчество Оно Близко К Плотскому Уровню Рядом Если Не Возрастать Можно Остаться Христианами По Плоти Спор Распри Несогласие Недовольство Никогда Не Прекратятся Пока Не Вырастут Павел Говорит Опять Таки Коринфлином Первое 14 20 Братья Не Будьте Дети Умом На Злое Будьте Младенцы А по Уму Будьте Совершеннолетними Конечно Очень Хочется Достить Совершеннолетия По Умам Но Я вам скажу Что Совершеннолетие Это Не Предел Нужно Возрастать До Зрелости Именно Зрелый Христианин Знает Больше Истину Чем Даже Совершеннолетние Потому Что Именно Зрелому Начинает Писание Открываться И глубина И высота И широта И долгота Вы Знаете Что Даже Проповедуя Надо Постоян Расти Даже Став Учителем Для Кого-то Надо Быть Учеником Для Христа Это Говорил Павел Когда Сказал Я не Почитаю Себя Достигшим А Только Забывая Заднее Простираясь Вперед Вы Это Место Очень Хорошо Знаете И Под Конец Он Говорит Итак Кто Из Нас Совершенно Так Должен Мыслить Если Вы Иначе Мыслите То Это Вам Откроет Бог Младенцам Свойственно Говорит Я Уже Знаю Я Думаю Вы Слышите От Ваших Детишек Только Что Скажешь Паучи Я Уже Знаю Я Уже Знаю Они Уже Взрослые Уже Все Знают Уже Сами Все Решают Младенцы Уже Считают Что Достигли Совершеннолетия Как Только Человек Начинает Считать Что Он Что Знает Он Не Знает Ничего Он Просто Остановился В Духовном Росте И Стал Укрепляться В Собственной Гордости Поэтому Павел Даже С болью Говорит Что Вы Уже Обогатились Вы Уже Царствуете Но Без Нас Он Укоряет Коринфлян Говорит Ой Если Вы Правда Царствовали Мы С Вами Царствовали Но Это Не Так Почему Они Перестали Быть Учениками Они Устроили Своё Царство Царствование Своей Гордости В Этом Царстве Они Царствуют А Вот Павел Говорит К Чему Мы Призваны С Вами Обращаясь К Этим Коринфлям 1 Коринфлям 4 9 16 Он Говорит Ибо Я Думаю Что Нам Последним Посланникам Бог Судил Быть Как Бы Приговоренным К Смерти Потому Что Мы Сделались Позорищем Для Мира Для Ангелов И Человеков Мы Безумны Христа Ради А Вы Мудры Во Христе Мы Не Мощны А Вы Крепки Вы В Славе А Мы В Бесчести Даже Даны Не Терпим Голод И Жажду И Наготу И Побои И Скитаемся И Трудимся Работая Своими Руками Злословят Нас Мы Благословляем Гонят Вас Мы Терпим Хулят Нас Мы Молим Мы Как Сорт Для Мира Как Прах Всеми Попираем И Даны Не 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 К Постыжению Вашему Пишусь Е Но Вразумляю Вас Как Возлюбленных Детей Моих Ибо Хотя У Вас Тысячи Наставников Во Христе Но Не Много Отцов Я Родил Вас Во Христе Иисусе Благовествованием Посему Умоляю Вас Подражайте Мне Как Я Христу В чем Подражать Вот В такой Любви В таком Посвящении В таком Послушании Подражайте Как Я Христу Изберите Этот Путь Совершеннейший Двигайтесь Глубины Углубляйтесь Господи Возрастайте В духе Не Почитайте Себя Достигшими Забывая Заднее Простирайтесь Вперед Бог Все время Призывает Ко Мне К Себе К Себе Призывает Идите Идите Что такое Идите Уже Пришли Нет Мои дорогие Мы еще Не пришли Мы На пути И этот Путь Как я вам уже Говорила Путь Совершенных Чтобы Познать Со всеми Святыми Чтобы Наполниться Полнотой Божьей Вы знаете Я Нашла Очень Интересное Выражение Одного Литовского Католического Священника Который Был Рожден 1862 Он Был Поэт Теолог Заведующий Кафедрой Моральной Теологии Литовского Университета В Каунасе Профессор Петербургской Духовной Академии Доктор Богословия Сколько у него Регалий И знаете Как он Рассуждал Я Прочитаю Вам Он Говорит Не стоит Заблуждаться В том Что Слова Записанные В книге Библии И есть То Что Бог Говорил Когда Говорит Бог Он Говорит На Многих Уровнях Которые Мы Не Способны Прочесть Увидеть Услышать Или Понять Когда Мы Ее Читаем Не Должны Обманываться Думая Что Это Все Что Там Говорится Бог Говорит На Многих Уровнях И Когда Мы Воспринимаем Писание Буквально Мы Упускаем Духовный Смысл Который Там Есть Замечательно Сказал Просто Замечательно Вот По По Этой Причине Бог Послал Духа Святого И Что Он Сказал Что Когда Придет Он Дух Истины То Наставит На Всякую Истину Он Он Будет Говорит Ибо Не От Себя Говорит Будет Но Будет Говорит Что Услышит И Будущее Возвестит Вам Он Прославит Меня Потому Что От Моего Возьмет И Возвестит Вам Все Что Имеет Отец Есть Мое Потому Я Сказал Что От Моего Возьмет И Возвестит Вам Знаете Чем Уникальна Библия Она Говорящая Книга Слово Которое В ней Записано Имеет Голос И этот Голос Духа Святого Оно Живое Оно Действенное Потому Что Это Голос И Бог Говорит Духом Святым Когда Мы Его Читаем Бог Говорит Желающие Знать Истину Должны Открыть Свои Духовные Ушки И Научиться Слышать Писание Только Так Возможно Познать Истину А Иначе Это Сухая Буква Которая Описывает События За Которыми Скрывается Глубина Содержание Этого Смысла Так Что Я Вас Призываю Слушать Духа Святого Почитать Себя Ничего Не Знающими Как Должны Знать Ищущими Двигущимися В этом Направлении И Никогда Не Спорить И Уважать Другое Мнение Давайте Помолимся С вами Let's Pray